Братец-медвежонок В присутствии всего племени Вручила Кинаю его тотем Кинай, я была на горе Где огни касаются земли Сказала ему Танана Чтобы стать мужчиной Ты должен следовать своему тотему Медведю любви И Танана повязала вокруг шеи Киная особый знак Медведь любви? Нахмурился Кинай Дай любви вести тебя Ответила ему Танана И указала на стену предков Однажды Ты оставишь свой след Рядом со своими предками После церемонии Кинай со своими братьями Ситкой и Динахи Отправились за рыбой Которую они наловили для праздника Когда-то Ситка Получил тотем прозорливого орла А Динахи Мудрого волка Вдруг Кинай остановился Динахи держал в руках остатки корзины Она была пуста Какой-то медведь разодрал корзину И съел всю рыбу Кинай бросился в лес по медвежьим следам Чтобы разыскать и наказать вора Киная долго не было А потом Ситка и Динахи Услышали страшный звук Это кричал Кинай Они бросились ему на помощь Когда они нашли его То увидели, что над ним Раскачивается Огромный гризли Ситка бросился на помощь Кинаю А Динахи отгонял медведя своим копьем Медведь взмахнул лапой И отбросил Динахи на лед Пока Кинай поднимал Динахи Ситка пытался справиться с медведем Но он был слишком силен Медведь заревел И бросился на Киная с Динахи Ситка должен был что-то сделать Чтобы спасти своих братьев Подняв копье в воздух Он с силой воткнул его в лед Земля задрожала И ледник раскололся Поглотив Ситку и медведя Их накрыло ледяной водой С вершины скалы Кинай и Динахи видели Как медведь вынырнул И выбрался на берег Но Ситки нигде не было Ситка спас братьям жизнь А они спасти его уже не могли Кинай схватил два копья И бросил одно Динахи Мы идем за медведем Сказал он Динахи попытался остановить его Но Кинай отправился в одиночку Разыскивать чудище Забравшее жизнь его брата Следы привели Киная В каменистое ущелье Где его поджидал медведь С ревом бросившись на него Кинай ударил его копьем Медведь страшно зарычал А затем упал И тут случилось чудо Небо покрылось огнями Которые затем превратились В духов животных Они закружились вокруг Киная Кинай, затаив дыхание Смотрел, как огромный орел Спускается вниз И садится рядом с ним Птица превратилась в Ситку Кинай хотел заговорить Но почувствовал, что с ним происходит Что-то странное Тело было какое-то чужое Кинай поднялся в воздух И превратился в того Кого он ненавидел Больше всего В медведя Ничего не понимающий Кинай Снова спустился на землю Ситка и огни исчезли Пошел дождь А тем временем Динахи, последовавший за своим братом Нашел его Когда он увидел гризли Стоящего на одежде брата Глаза его расширились от ужаса Этот ужасный гризли И был Кинаем Но Динахи не знал этого И решил, что медведь Должно быть убил его младшего брата В следующий момент Удар молнии сбросил Киная с утеса в реку Когда на следующее утро Кинай открыл глаза Он увидел склонившуюся над ним Танану «Нана, ты не поверишь!» Возбужденно крикнул Кинай «Я был на вершине скалы И вдруг духи...» Но Танана слышала только рычание А не его слова «Кинай, я не говорю по-медвежьи!» Сказала она «По-медвежьи?» Удивился он Кинай посмотрел на свое отражение в реке «Нет! Нет! Не может быть!» Ужаснулся он А обернувшись Увидел сзади хвостик «А-а-а-а-а!» Зарычал Кинай Кинай заметался в панике Он рычал и выл «Хватит, Кинай! Успокойся!» Сказала ему Танана Он не слышал ее Тогда Танана сняла с себя сапог И... Бау! Запустила его в Кинай «Послушай меня!» Это сделал с тобой Ситка Сказала ему Танана Но я могу помочь Тебе нужно встретиться с духом твоего брата Если ты хочешь снова стать человеком Ты должен дойти до горы Где огни касаются земли А как же я попаду туда?» Спросил Кинай Но Танана исчезла Кинай бродил по лесу в одиночестве И вдруг услышал голоса Не веря своим ушам он остановился Две белки разговаривали между собой И он отлично понимал их «Вы что, говорите?» Воскликнул Кинай с удивлением Увидев огромного медведя Белки бросились в рассыпную Немного позже В небе над Кинаем появилась стая гусей И Кинай опять понял все, о чем они говорили «Мы уже прилетели?» Спрашивал гусенок своего отца «Не мешай!» Раздраженно отвечал ему отец «Подождите!» Закричал им вслед Кинай «Мне нужно найти место, где огни!» Но гуси уже улетели Зато из-за кустов на Кинае Смотрели два брата Лося «Чего ему от них надо?» Спросил Лось по имени Тьюк «Может, они ему на голову нагадили?» Ответил ему другой брат по имени Рад Лося загоготали Но умолкли Когда увидели, что медведь идет прямо на них «А как жизнь медведь?» Спросил Тьюк, немного нервничая «Я не медведь!» «Я ненавижу медведей!» Ответил Кинае Все еще не до конца понимая, что произошло с ним «Супер! Тогда будешь большим бобром!» Ухмыльнулся Рад «Я не бобер! Я человек!» Кинай начал злиться «Меня превратили в медведя с помощью колдовства!» «Псих!» Пробормотал Тьюк своему брату «Я не псих!» Ответил Кинай, понимавший каждое их слово «Не нервничай!» Сказал Тьюк «Все в порядке! Мы тоже не лоси, а белки!» Братья лоси засмеялись Осознав, что от этих двоих помощи не дождаться Кинай пошел прочь Оказалось, что жизнь медведя тяжелая штука Кинай вдруг угодил ногой в ловушку и взмыл в воздух «А-а-а-а!» Закричал он от боли Из кустов высунулся медвежонок по имени Кода «Не заметил ловушки, да? А я их за километр вижу!» Сказал он Пытаясь освободиться, Кинай со всей силы ударился головой «Вот потеха!» Захихикал Кода «Сделай так еще!» «Тебе что, заняться больше нечем?» Раздраженно заметил Кинай «Есть чем! Мне надо к лососевому ручью!» Ответил ему Кода «Есть предложение! Давай я тебя освобожу, и мы пойдем вместе!» Но Кинай был слишком упрям И вовсе не собирался просить помощи у какого-то глупого медвежонка Кода уселся рядом и болтал безумолку А Кинай все пытался самостоятельно освободиться Наконец, измученный Кинай согласился пойти к лососевому ручью И Кода вытащил колышек ловушки из земли Кинай рухнул вниз Вдруг Кода озабоченно втянул ноздрями воздух Он почувствовал, что приближается охотник «Беги!» — крикнул перепуганный Кода и бросился в лес Охотником оказался никто иной, как Динахи «Динахи, привет! Это я!» — закричал Кинай Но Динахи не понимал медвежьего рева Он видел перед собой медведя Который, как он думал, убил его брата Кинаю пришлось бежать от Динахи Он спрятался в ту же ледяную пещеру, что и Кода Расстроенный и злой Кинай сказал, что не пойдет к ручью Тогда Кода рассказал свою историю Он потерялся И у него был только один способ найти свою мать Это дойти до лососевого ручья Но и это не убедило упрямого Киная «Ну, пожалуйста, пойдем!» — взмолился Кода «А ночью мы будем смотреть на огни над скалой» «Ты серьезно?» — подпрыгнул мгновенно повеселевший Кинай Кода мог отвезти его туда, где он отыщет дух ситки И превратиться обратно в человека Переборов себя, Кинай согласился пойти с медвежонком Рано утром Киная и Кода отправились к лососевому ручью Кинай быстро понял, что путешествие с медвежонком не будет простым Кода любил повеселиться, поиграть, поплескаться в воде и половить ветер Кинай же хотел скорее добраться до скалы Ни на минуту не умолкавший медвежонок выводил его из себя Но через какое-то время Кинай вдруг обнаружил, что начинает получать удовольствие от его компании «Может быть, этот Кода не так уж и плох?» — с удивлением подумал Кинай Через какое-то время им снова повстречались Рат и Тьюк «Этот человек никак не оставит нас в покое!» — пожаловался Рат Лоси попросили Киная защитить их от охотника Но каким образом Кинай мог помешать ему выследить бедных животных? И тут ему пришла в голову блестящая идея Чтобы не оставлять следов, они разыскали стадо мамонтов И поехали на них верхом Так делал Кинай, когда был человеком Рат, Тьюк и Кода никогда такого не видели Но они согласились с доводами медведя Ведь теперь Динахе будет тяжело их разыскать Этой ночью Кода смотрел на красивые огни северного неба И говорил о духах «Ты знаешь о великих духах?» — с удивлением спросил Кинай «Мама говорит, что духи своим колдовством меняют мир» — ответил ему Кода «Мой брат Ситка — один из них», — сказал Кинай «Если бы не он, меня бы здесь не было» Кода посмотрел на огни и сказал «Спасибо, Ситка! Если бы не ты, я бы никогда не встретил Киная» Кода свернулся подли Киная и сказал «Знаешь, я всегда мечтал иметь брата» И впервые Кинай позволил Коде заснуть рядом с ним Они попрощались с мамонтами А Кинай и Кода расстались с Тьюком и Ратом Скоро они набрели на заброшенное стойбище с наскальными рисунками Изображение охотника с копьем и разъяренного медведя Напомнило Кинаю о том, что стряслось с его братом Ситкой «Эти чудовища пугают меня», — сказал подошедший к нему Кода «Особенно с этими палками в руках» Кинай удивился «Ведь он-то всегда считал, что чудовища — это медведи» Но Коде казалось наоборот «Люди для него воплощали все зло» Кинай совсем запутался в своих чувствах Скоро Кинай и Кода добрались до ущелья с гейзерами Кода помнил, что лососевый ручей располагается прямо за ними Желая поиграть с Кинаем, Кода спрятался за камнем И внезапно выпрыгнул оттуда «А-а-а!» — закричал Кинай «Испугался, да?» — расхохотался Кода Но вдруг он резко замолчал «Щак!» Рядом с Кинаем воткнулось копье, едва не зацепив его Это было копье Динахи Кинай быстро схватил Коду и бросился к дереву, переброшенному через ущелье Они уже почти перешли на другую сторону, когда у края обрыва появился Динахи и начал сталкивать дерево Кинай толкнул Коду и прыгнул сам за мгновение до того, как дерево рухнуло в пропасть Динахи взвыл от отчаяния, видя, как медведи снова убегают от него «Мы победили!» — закричал Кода Он увидел реку, в которой плескался лосось, а рядом ходили медведи Они добрались до лососевого ручья Как здорово снова увидеть своих друзей Вот только матери Коды среди них не было Кинаю было не по себе рядом с этими огромными медведями Но они приняли его с распростертыми объятиями Теперь он был частью их семьи Кода сумел показать Кинаю, как здорово быть медведем Кинаю очень понравилось это место рядом со скалой Здесь огни касались земли И все же он надеялся, что скоро вернется к своему человеческому обличью Вечером медведи собрались в круг и стали рассказывать друг другу о том, что произошло с ними за год Когда пришла очередь Коды, он поделился своим горем «Мы с мамой ели рыбку, как вдруг она отбросила меня в кусты, а из-за деревьев выпрыгнул охотник», — рассказывал Кода Мама встала на задние лапы и закричала «Убирайся!» Потом она учуяла еще нескольких охотников и бросилась бежать, чтобы увезти их от меня Они окружили ее и стали тыкать в нее своими палками Кинаю не верил своим ушам Это ведь был рассказ о том дне, когда его брат Ситка умер от лап медведя Но это же была другая история, о том, как мать-медведица защищала своего детеныша «Она в порядке?» — спросил один из медведей «Она выбралась из воды, это точно», — ответил Кода «Но больше я ее не видел, и сразу после этого я встретил Киная» С ужасом Кинай понял, что убитая им медведица была матерью Коды Кинай почувствовал себя ужасно Из-за него его маленький друг Кода остался без матери Он бросился бежать Кода быстро разыскал Киная Он не мог понять, что с ним случилось Тогда Кинай рассказал Коде все Обезумев от горя, Кода умчался прочь Кинай знал, что никакие слова не смогут исправить все то, что он сделал Идти ему было некуда, и он решил забраться на скалу, где огни касаются земли После долгого и тяжелого восхождения Кинай оказался на вершине «Ситка, ты здесь?» — жалобно спросил Кинай Какая-то странная фигура двинулась к нему На мгновение ему показалось, что это ситка Но это был Динахи Он бросился на Киная с копьем Перепуганный Кинай с ужасом смотрел в глаза брату Но Динахи видел перед собой только огромного медведя Но тут появился Кода Пытаясь защитить друга Кода сбил Динахи с ног И схватив его копье убежал Разъяренный Динахи бросился за ним следом «Оставь его в покое!» — заревел Кинай и поспешил Коде на помощь В этот момент яркая вспышка света озарила небо Появился великолепный орел Он поднял Кинай с земли И магические вихри закружились вокруг медведя Кинай снова превратился в человека Динахи не мог поверить своим глазам Медведь, которого он отчаянно пытался убить всего несколько мгновений назад Был его родным братом Орел превратился в духа ситки Он заколдовал брата в медведя Чтобы тот открыл в себе дар любви И Кинай полюбил медведей, которых раньше ненавидел Он защищал Коду как собственного брата И был готов отдать за него свою жизнь Кинай восхищенно оглядел свое человеческое тело Затем он увидел спрятавшегося за камнем Коду Он был напуган и смущен Кода, не бойся, сказал Кинай Это же я Кинай не был уверен, что хочет вернуться в деревню Маленький Кода нуждался в защите так же, как когда-то Кинай не смог бы выжить без своих братьев Я не могу уйти Я нужен ему, сказал Кинай Хорошо, Кинай, ответил Динахи И повязал ему вокруг шеи тотем медведя Что бы ты ни решил, ты всегда останешься моим младшим братом Огненный вихрь вновь закружил Кинайя И ситка превратил его обратно в медведя Кода не мог поверить своим глазам И бросился в объятия Кинайя Медвежонок потерял мать Но нашел самого лучшего брата О котором только можно мечтать Кинай, Динахи и Кода стояли и смотрели на небо Орел ситка поднимался вверх Чтобы присоединиться к великим духам Вернувшись в деревню Динахи рассказал всем о том, что произошло с Кинаем Танана и остальные жители были рады Что Кинай последовал за своим тотемом Танана сделала Динахи новым шаманом племени Первым делом он помог своему брату оставить отпечаток на стене предков Кинай был рад Ведь он, медведь, находился в окружении своих предков людей Теперь у Киная было три брата Дух Орла ситка Шаман племени Динахи И маленький, болтливый медвежонок Кода Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok